Добрый день! Перед вами электромеханический калькулятор под названием WMM-2. Это электромеханический калькулятор производства Курского завода счетмаш. Он сделан где-то в конце 60-х годов, может быть, в самом начале 70-х. И такие счетные машины были до появления электронных калькуляторов. Сегодня хочу рассказать, как с ним работать. Итак, калькулятор, вы видите, вычислительная машина, имеет две клавиатуры. Большую клавиатуру, называется полноклавишная, и маленькая клавиатура под названием 10-клавишная. Калькулятор умеет складывать, вычитать, делить и умножать. В калькуляторе вы можете видеть три цифровых поля. Сейчас они могут называться регистрами. Самый верхний – это счетчик оборотов, он имеет номер 1. Под ним счетчик результатов, номер 2. У него 17 цифровых разрядов. А номер 3 – это поле ввода. Как только вы нажимаете какое-то число на клавиатуре, например, 4, 5, 6, то в этом окошечке появятся те цифры, которые вы ввели. Если вы ошиблись, захотели ввести другое число, то вы можете или ввести прямо то число, которое правильное, например, 1, 2, 3, 4. Предыдущие числа сразу стираются. Либо вы можете нажать на кнопку очистки с цифрой 3, и сразу очистятся все введенные вами значения. Еще раз можно посмотреть, вот, например, если ввести число 6, 7, 8, 9, 8, то вот это число появится вот в этих вот окошечках над цифрами. Что можно сделать с этими числами? Например, можно сложить. Для того, чтобы сложить два числа, сначала необходимо первое число ввести на клавиатуре, нажать кнопку сложения, калькулятор произведет один цикл счетный, и вот это число, которое вы ввели, автоматически перейдет в регистр счетчика результатов. А на счетчике оборотов будет цифра 1, означая то, что вы провели одну операцию. Чтобы вот это число 67, 898 сложить число 1, 2, 3, 4, 5, выводим это число с клавиатуры, здесь оно в окошечках появляется, нажимаем кнопку плюс, и два числа сложились. Здесь наверху вы можете видеть результат. Что интересно, вот эта клавиатура справа, два черных разряда, потом три белых, потом три черных, она заточена для того, чтобы работать с рублями и копейками, или долларами и центами, в зависимости от вашей валюты. Наверху ползуночки, можно двигать вправо-влево, для того, чтобы посмотреть, какие у вас будут запятые или какие-нибудь специальные служебные символы. Когда вы закончили вычисление, или хотите очистить счетчик результатов или счетчик оборотов, то можно нажать специальные кнопки очистки, вот это вот 1 и 2. Если нажать на кнопку 1, он очистит счетчик оборотов. Если кнопку 2, то очистится счетчик результатов. Как вообще нажимать кнопки на этой вычислительной машине? Они нажимаются резко и мягко. Вот, например, 2, 3, 4. Можно, конечно, плавненько нажимать, но лучше нажимать их немножко побыстрее. И резкое нажатие на кнопку плюс приведет к сложению. Если кнопку нажать и удерживать, то мы увидим, что он продолжает считать. И этот режим используется для неавтоматического умножения. Как вы обратили внимание, может быть, если вы ввели число 1, 2, 3 и нажали на плюс, то числа возвратились. Для того, чтобы они не возвращались, можно их залочить, как говорит сейчас, нажать на кнопочку P, произведение, и тогда число, которое вы введете, например, 4, 4, 4, при сложении будет складываться каждый раз, при каждом обороте. Потом мы это все кнопочкой 1 очищаем счетчик оборотов и счетчик результатов очищается кнопочкой 2, а кнопочкой 3 очищается поле увода. Операция вычитания производится так же, как и операция сложения, только нажимается вместо кнопки плюс, кнопкой минус. То есть, если мы берем 3,62, сначала, вот мы ввели 3,62 плюсиком, нажимаем, переводим его в счетчик результатов, теперь вводим второе число, например, 2, 2, 2, двоечка уже была, нажимаем на кнопку минус, и в счетчике результатов видим результат, рубль 40. В этом калькуляторе наверху каретка, ее можно двигать вправо и влево. Для того, чтобы подвинуть каретку вправо на один разряд, надо резко нажать на кнопку со стрелочкой вправо. Вот видите, она задвинулась на один разряд. Если нажать и подержать, то она так и будет двигаться, пока не упрется в ограничитель. И точно так же влево. Для чего это нужно? Вот, например, мы хотим умножить число 65 на 12. Вводим число 65 и умножаем в столбик. Сначала мы умножаем младший разряд, два раза нажимаем плюс. Вот, видите, двоечка появилась в окне счетчика оборотов. Теперь подвигаем кареточку на один разряд вправо и нажимаем один раз на кнопку плюс. В счетчике оборотов мы видим число 12, а в счетчике результатов ответ 780. То есть мы умножили 65 на 12 в так называемом полуавтоматическом режиме. То есть мы вводим число и нажимаем столько раз плюс, сколько надо вычислить умножение. Столбик. Возвращаем обратно каретку, очищаем результат. И теперь можно производить другие результаты. Вот обратите внимание, что слева есть специальная 10-клавичная клавиатура. Она сделана для того, чтобы автоматически умножать числа, которые мы только что умножили в полуавтоматическом режиме. Вот у нас введены 6 и 5. Мы хотим умножить ее на 12. Откладываем здесь число 12. Раз и два. Видите? А наверху она в окошечках, вот это окошечко, наше число отобразились. Если мы ошиблись, вот есть специальный рычажок. Вот так вот его можно двигать до упора и обратно. И ввести правильное число. Ну, вводим опять число 12. И нажимаем кнопку умножения. И сейчас он начнет умножать. Он сделал то же самое автоматически. Сложил, подвинул каретку. Счетчики оборотов у нас число 12. Счетчики результатов то же самое число умножить. Если мы хотим какое-нибудь число посерьезнее, сейчас мы его очистим. Это мы очистим. Например, 65535. Умножаем на 65535. И при умножении нажимаем кнопочку умножения. Он начинает все это умножать. И возвратил каретку обратно. Мы видим, что в счетчике оборотов 65535. А в счетчике результатов вот такое большое-большое число. Вы можете его проверить за помощью микрокалькулятора. Вот тут слева еще рычажок есть. Его можно повернуть вниз. И тогда... Вот мы очищаем. Очищаем. Здесь число осталось. Нажатые кнопочки. Вводим его еще раз. 5. Заело. Выбрасываем. Уверенно. О, вот так вот. 65535. И нажимаем умножить. Этот режим отличается от умножения предыдущего тем, что он каретку по окончании умножения не будет отодвигать вправо. И каретка осталась на этой позиции, в которой она была. Бывают такие режимы, в которых нужна такая функция. Ну, ее можно опять нажать на кнопку влево. Подвинуть. И осталось рассказать еще о функции деления. Деление здесь осуществляется тоже автоматически, так же, как и умножение. Но немножко по-другому. Для того, чтобы разделить два числа, надо сначала подготовить первое число, ввести его в счетчик результатов вот сюда. Потом ввести второе число и нажать кнопку деления. Вот, например, мы хотим число 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Видите, число вводится уже не с правой половины, а с левой половины. Поделить на 6543. Вот мы ввели первое число. И нажимаем на эту кнопку кнопка подготовки к делению. Она отодвинет каретку на нужную позицию и выставит его на счетчике результатов. Вот мы ее нажимаем. Вот. И она вот появилась в счетчике результатов. Очищаем введенное число. Вводим число 6, 5, 4, 3, на которое будем делить. 1, 2, 3, 4, 5. Делим на 6, 5, 4, 3. И нажимаем кнопку деления. Эту кнопку деления нажимаем. И смотрим результат. 1,7339. Вот так делится. Если мы случайно ввели число и хотим поделить его на 0, нажимаем кнопку деления, то он будет все время крутиться и не останавливаться. Для того, чтобы его остановить, надо резко нажать вот на эту кнопку. Называется прерыватель деления. Вот мы ее нажимаем. И он останавливается. Еще раз запускаем. Еще раз делим. Нажимаем. Видите, нажали. И остановили. И все очистим. Вот так он считает. Довольно неплохой калькулятор, но он довольно сложный. Как я и говорил, это самый сложный механический, электромеханический калькулятор у нас для счета. У него внутри больше тысячи деталей. Вот это все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Как работает установка числа на этой вычислительной машине? Если мы нажимаем кнопку, то ее штифт толкает установочный рычаг, который в свою очередь поворачивает, двигает установочную планку. И тут так сделано, что если нажать первую цифру, то расстояние, на которое двинется установочная планка, будет небольшое. А если нажать цифру с номером побольше, то расстояние, которое пройдет планка, оно будет большим. И девятка, соответственно, самым большим. Вот, например, мы нажали кнопку 6. И когда мы нажали кнопку 6, то установочная планка двигает вот эту вот шестеренку на специальное расстояние. Большое или маленькое. Вот единичка совсем недалеко отодвинулась. Это цифра 5. Цифра 9 дальше всех толкает. Вот мы остановимся на цифре 6. Если теперь нажать на кнопку сложения и начать вручную поворачивать мотор, то мы увидим, что через какое-то время придет движение, вот они приходят, движение сразу все, счетные шестеренки. И в этих счетных шестеренках переменное количество зубцов. Видите, вот тут один, такое небольшое расстояние, побольше, побольше, побольше. И тут сделано так, что когда они подходят к счетной шестеренке, та цифра, которую мы установили, вот, например, видите, немножко подошло. Если мы поставим 9, то вот эта вот установочная планка задвинет шестеренку и как раз встанет под счетную шестерню с наибольшей длиной этого счетного механизма. Если мы нажмем на цифру 8, мы увидим, что она встала на следующую позицию. Вот если мы будем поворачивать, то 9 прошла мимо и подходит 8. Соответственно, если бы у нас нажата цифра 6, она еще немножко ушла. Вот у нас 9 прошла, 8 прошла, следующая 7. И подходит счетная шестерня, установочная шестерня, на которой находится цифра 6. И вот он начал считать. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше они все уходят. Вот эта каретка вид снизу. Здесь видны шестеренки, которые считают при проходе нольного количества цифр. Вот мы посчитали. И если возникло переполнение цифр, надо перенести на следующий разряд. То здесь влезает вот такой специальный зуб. Видно его во втором ярусе. Вот он. Который, в свою очередь, вот он идет, идет, идет. И вот эту пластинку, он ее отодвигает вниз. Вот сейчас мы попробуем нажать плюс. Начнем крутить мотор. Крутим, крутим. И вот обратите внимание, сейчас сверху, там где каретка расположена. Вот счетный механизм, он отодвигает сначала шестеренки наверх. Вот он отодвигает, приходит счетная шестеренка к нашей поставленной цифре. И начинается двигать счетные шестеренки. Вот они двигаются, двигаются. Возникло переполнение. Вот он нажал на эту планку. Вот она задвинулась. И если продолжить крутить, то мы увидим, что сдвинулся следующий разряд. И в исходное положение. Для чего они двигаются наверх? Если наверх они двигаются, то это происходит сложение. А если вниз, то вычитание. Вот я нажал кнопку минус. И мотор. Вот эти все установочные шестеренки двигают вниз. Потому что счетная шестерня двигается все время в одном и том же направлении. А если вниз, то он будет вычитать. Соответственно, значения будут уменьшаться. Вот так работает сложение и вычитание.